Все три девицы и панчины были барышни здоровые, цветущие и рослые, с удивительными плечами, с мощной грудью, сильными почти как у мужчин руками, и, конечно, вследствие своей силы и здоровья, любили иногда хорошо покушать, чего вовсе и не желали скрывать. Маменька их, генеральша Лизавета Прокофьевна, иногда косилась на откровенность их аппетита, но, так как иные мнения ее, несмотря на всю наружную почтительность, с которой принимались дочерми, в сущности давно уже потеряли первоначальный и бесспорный авторитет между ними, и до такой даже степени, что установившийся согласный конклав трех девиц сплошь до рядом начинал пересиливать, то и генеральша, в видах собственного достоинства, нашла удобнее не спорить и уступать. Правда, характер весьма часто не слушался и не подчинялся решениям благоразумия. Лизавета Прокофьевна становилась с каждым годом все капризнее и нетерпеливее, стала даже какая-то чудачка, но так как под рукой все-таки оставался весьма покорный и приученный муж, то излишнее и накопившееся изливалось обыкновенно на его голову, а затем гармония в семействе восстанавливалась опять, и все шло как не надо лучше. Генеральша, впрочем, и сама не теряла аппетита, и обыкновенно в половине первого принимала участие в обильном завтраке, похожем почти на обед вместе с дочерьми. По чашке кофею выпивалась барышнями еще раньше, ровно в десять часов, в постелях в минуту пробуждения. Так им полюбилась и установилась раз навсегда. В половине же первого накрывался стол в маленькой столовой, близ мамашиных комнат, и к этому семейному и интимному завтраку являлся иногда и сам генерал, если позволяло время. Кроме чаю, кофею, сыру, меду, масла, особых оладий, излюбленных самой генеральшей, котлет и прочего, подавался даже крепкий горячий бульон. В то утро, в которое начался наш рассказ, все семейство собралось в столовой в ожидании генерала, обещавшего явиться к половине первого. Если бы он опоздал хоть минуту, за ним тотчас же бы послали бы, но он явился аккуратно. Подойдя поздороваться с супругой и поцеловать у ней ручку, он заметил в лице ей на этот раз что-то слишком особенное. И хотя он еще на коню не предчувствовал, что так именно и будет сегодня по одному анекдоту, как он сам по привычке своей выражался, и уже засыпая вчера об этом беспокоился, но все-таки теперь опять струсил. Дочери подошли с ним поцеловаться. Тут, хотя и не сердились на него, но все-таки и было что-то как бы нечто особенное. Правда, генерал по некоторым обстоятельствам стал слишком подозрителен, но так как он был отец и супруг опытный и ловкий, то тотчас же и взял свои меры. Может быть, мы не очень повредим выпуклости нашего рассказа, если остановимся здесь и прибегнем к помощи некоторых пояснений для прямой и точнейшей постановки тех отношений и обстоятельств, в которых мы находим семейство генерала Епанчина в нашей повести. Мы уже сказали сейчас, что сам генерал хотя был человек и не очень образованный, а напротив, как он сам выражался о себе, человек самоучный, но был он однако же опытным супругом и ловким отцом. Между прочим, он принял систему не торопить дочерей своих замуж, то есть не висеть у них над душой, и не беспокоить их слишком томлением своей родительской любви об их счастье, как невольно и естественно происходит сплошь дорядом даже в самых умных семействах, в которых накопляются взрослые дочери. Он даже достиг того, что склонил Елизавету Прокофьевну к своей системе, хотя дело вообще было трудное. Трудное, потому что и неестественное, но аргументы генерала были чрезвычайно значительны и основывались на осязаемых фактах. Да и предоставленные вполне своей волей и своим решением невесты, натурально принуждены же будут, наконец, взяться сами за ум, и тогда дело загорится, потому что возьмутся за дело охотой, отложив капризы и излишнюю разборчивость. Родителям оставалось бы только неусыпнее и как можно неприметнее наблюдать, чтобы не произошло какого-нибудь странного выбора или неестественного уклонения, а затем, улучив надлежащий момент, разом помочь всеми силами и направить дело всеми влияниями. Наконец уж одно то, что с каждым годом, например, росло в геометрической прогрессии их состояние и общественное значение. Следственно, чем больше уходило время, тем более выигрывали и дочери, даже как невесты. Но среди всех этих неотразимых фактов наступил еще один. Старшей дочери Александре, вдруг и совсем почти неожиданно, как и всегда это бывает, минуло 25 лет. Почти в то же самое время и Афанасий Иванович Тоцкий, человек высшего света, с высшими связями и необыкновенного богатства, опять обнаружил свое старинное желание жениться. Это был человек лет 55, изящного характера, с необыкновенной утонченностью вкуса. Ему хотелось жениться хорошо. Ценитель красоты он был чрезвычайный. Так как с некоторого времени он с генералом Епанчиным состоял в необыкновенной дружбе, особенно усиленной взаимным участием в некоторых финансовых предприятиях, то и сообщил ему, так сказать, прося дружеского совета и руководства, возможно или нет предложения о браке с одной из его дочерей. В тихом и прекрасном течении семейной жизни генерала Епанчина наступал очевидный переворот. Бесспорную красавицей в семействе, как уже было сказано, была младшая Англая. Но даже сам Тоцкий, человек чрезвычайного эгоизма, понял, что не тут ему надо искать, и что Англая ему не предназначена. Может быть, несколько слепая любовь и слишком горячая дружба сестер и преувеличивали дело, но судьба Англая предназначалась между ними самым искренним образом быть не просто судьбой, а возможным идеалом земного рая. Будущий муж Англая должен был бы быть обладателем всех совершенств и успехов, не говоря уже о богатстве. Сестры даже положили между собой, и как-то без особенных лишних слов, о возможности, если надо, пожертвования с их стороны в пользу Англая. Приданное для Англая предназначалось колоссальное и изряду вон. Родители знали об этом соглашении двух старших сестер, и потому, когда Тоцкий попросил совета, между ними почти и сомнений не было, что одна из старших сестер, наверное, не откажется увенчать их желания, тем более, что Афанасий Иванович не мог затрудниться насчет приданного. Предложение же Тоцкого сам генерал оценил тотчас же, со свойственным ему знанием жизни и чрезвычайно высоко. Так как и сам Тоцкий наблюдал покамест по некоторым особым обстоятельствам чрезвычайную осторожность в своих шагах и только еще сандировал дело, то и родители предложили дочерям на вид только еще самые отдаленные предположения. В ответ на это было получено от них тоже хоть не совсем определенное, но, по крайней мере, успокоительное заявление, что старшая Александра, пожалуй, и не откажется. Это была девушка, хотя и с твердым характером, но добрая, разумная и чрезвычайно уживчивая. Могла выйти за Тоцкого даже охотно, и если бы дала слово, то исполнила бы его честно. Блеска она не любила, не только не грозила хлопотами и крутым переворотом, но могла даже усладить и успокоить жизнь. С собой она была очень хороша, хотя и не так эффектна. Что могло быть лучше для Тоцкого? И, однако же, дело продолжало идти все еще ощупью. Взаимно и дружески между Тоцким и генералом положено было избегать всякого формального и безвозвратного шага. Даже родители все еще не начинали говорить с дочерьми совершенно открыто. Начинался как будто и диссонанс. Генераль Шиепанчинами от семейства становилась почему-то недовольную, а это было очень важно. Тут было одно мешавшее всему обстоятельство, один мудреный и хлопотливый случай, из-за которого все дело могло расстроиться безвозвратно. Этот мудреный и хлопотливый случай, как выражался сам Тоцкий, начался очень давно, лет 18-я так назад. Рядом с одним из богатейших поместья Афанасия Ивановича, в одной из срединных губерний, бедствовал один мелкопоместный и беднейший помещик. Это был человек замечательный по своим беспрерывным и анекдотическим неудачам, один отставной офицер, хорошей дворянской фамилии и даже в этом отношении почище Тоцкого, некто Филипп Александрович Барашков. Весь задолжавшийся и заложившийся, он успел уже наконец после каторжных, почти мужичьих трудов, устроить кое-как свое маленькое хозяйство удовлетворительно. При малейшей удаче он необыкновенно ободрялся. Ободренный и просеявший надеждами, он отлучился на несколько дней в свой уездный городок, чтобы повидаться и, будя возможно, столковаться окончательно с одним из главнейших своих кредиторов. На третий день по прибытии его в город явился к нему из его деревеньки его староста, верхом, с обожженную щекой и обгоревшую бородой, и возвестил ему, что вотчина сгорела, вчера в самый полдень, причем изволили сгореть и супруга, а деточки цело остались. Этого сюрприза даже и Барашков, приученный к синякам фортуны, не мог вынести. Он сошел с ума и через месяц помер в горячке. Сгоревшее имение с разбредшимися по миру мужиками было продано за долги двух же маленьких девочек, шести и семи лет, детей Барашкова, по великодушию своему принял на свое издевение и воспитание Афанасий Иванович. Они стали воспитываться вместе с детьми управляющего, одного отставного и многосемейного чиновника, и притом немца. Вскоре осталась одна только девочка, Настя, а младшая умерла от коклюша. Тотский же вскоре и совсем забыл о них обеих, проживая за границей. Лет пять спустя, однажды Афанасий Иванович проездом вздумал заглянуть в свое поместье и вдруг заметил в деревенском своем доме, в семействе своего немца, прелестного ребенка, девочку лет двенадцати, резвую, милую, умненькую и обещавшую необыкновенную красоту. В этом отношении Афанасий Иванович был знаток безошибочный. В этот раз он пробыл в поместье всего несколько дней, но успел распорядиться. В воспитании девочки произошла значительная перемена. Приглашена была почтенная и пожилая гувернантка, опытная в высшем воспитании девиц, швейцарка, образованная и преподававшая, кроме французского языка, и разные науки. Она поселилась в деревенском доме, и воспитание маленькой Анастасии приняло чрезвычайные размеры. Ровно через четыре года это воспитание кончилось. Гувернантка уехала, а за Настей приехала одна барыня, тоже какая-то помещица и тоже соседка господина Тоцкого по имению, но уже в другой далекой губернии, и взяла Настю с собой вследствие инструкции и полномочия от Афанасия Ивановича. В этом небольшом поместье оказался тоже, хотя и небольшой, только что отстроенный деревянный дом. Убран он был особенно изящно, да и деревенька, как нарочно называлось, сельцоотрадная. Помещица привезла Настю прямо в этот тихий домик, и так как сама она, бездетная вдова, жила всего в одной версте, то и сама поселилась вместе с Настей. Около Насти явилась старуха-ключница и молодая опытная горничная. В доме нашлись музыкальные инструменты, изящная девичья библиотека, картины, эстампы, карандаши, кисти, краски, удивительная ревретка, а через две недели пожаловал и сам Афанасий Иванович. С тех пор он как-то особенно полюбил эту глухую степную свою деревеньку, заезжал каждое лето, гостил по два, даже по три месяца, и так прошло довольно долгое время, года четыре, спокойно и счастливо, со вкусом и изящно. Однажды случилось, что как-то в начале зимы, месяца четыре спустя после одного из летних приездов Афанасия Ивановича в Отрадное, заезжавшего на этот раз всего только на две недели, пронесся слух, или лучше сказать, дошел как-то слух до Настасии Филипповны, что Афанасий Иванович в Петербурге женится на красавице, на богатой и на знатной, одним словом, делают солидную и блестящую партию. Слух этот оказался потом не во всех подробностях верным, свадьба и тогда была еще только в проекте, и все еще было очень неопределенно, но в судьбе Настасии Филипповны все-таки произошел с этого времени чрезвычайный переворот. Она вдруг высказала необыкновенную решимость и обнаружила самый неожиданный характер. Долго не думая, она бросила свой деревенский домик и вдруг явилась в Петербург прямо к Тотскому, одна оденехонько. Тот изумился, начал было говорить, но вдруг оказалось почти с первого слова, что надо бы насовершенно изменить. Слог, диапазон голоса, прежние темпы приятных и изящных разговоров, употреблявшиеся доселе с таким успехом, логику, все-все-все. Перед ним сидела совершенно другая женщина, нисколько не похожая на ту, которую он знал доселе и оставил всего только в июле месяце в сельце отрадном. Эта новая женщина оказалась, во-первых, необыкновенно много знала и понимала, так много, что надо было глубоко удивляться, откуда могла она приобрести такие сведения и выработать в себе такие точные понятия. Неужели из своей девичьей библиотеки? Мало того, она даже юридически чрезвычайно много понимала и имела положительное знание, если не света, то о том, по крайней мере, как некоторые дела текут на свете. Во-вторых, это был совершенно не тот характер, как прежде, то есть не что-то робкое, пансионски неопределенное, иногда очаровательное по своей оригинальной резвости и наивности, иногда грустное и задумчивое, удивленное, недоверчивое, плачущее и беспокойное. Нет, тут хохотала перед ним и колола его ядовитейшими сарказмами необыкновенное и неожиданное существо, прямо заявившее ему, что никогда оно не имело к нему в своем сердце ничего, кроме глубочайшего презрения, презрения до тошноты, наступившего тотчас же после первого удивления. Эта новая женщина объявила, что ей в полном смысле все равно будет, если он сейчас же и на ком угодно женится, но что она приехала не позволить ему этот брак и не позволить по злости, единственно потому, что ей так хочется и что следственно так и быть должно. Ну, хоть для того, чтобы мне только посмеяться над тобой в волю, потому что теперь я, наконец, смеяться хочу. Так, по крайней мере, она выражалась. Всего, что у ней было на уме, она, может быть, и не высказала. Но пока мисс Настасья Филипповна хохотала и все это излагала, Афанасий Иванович обдумывал про себя это дело и, по возможности, приводил в порядок несколько разбитые свои мысли. Это обдумывание продолжалось немало времени. Он вникал и решался окончательно почти две недели. Но через две недели его решение было принято. Дело в том, что Афанасию Ивановичу в то время было уже около 50 лет, и человек он был в высшей степени солидный и установившийся. Постановка его в свете и в обществе давным-давно совершилась на самых прочных основаниях. Себя, свой покой и комфорт он любил и ценил более всего на свете, как и следовало в высшей степени порядочному человеку. Ни малейшего нарушения, ни малейшего колебания не могло быть допущено в том, что всею жизнью устанавливалось и приняло такую прекрасную форму. С другой стороны, опытность и глубокий взгляд на вещи подсказали Тоцкому очень скоро и необыкновенно верно, что он имеет теперь дело с существом совершенно изряду вон, что это именно такое существо, которое не только грозит, но и непременно сделает, и главное, ни перед чем решительно не остановится, тем более, что решительно ничем в свете не дорожит, так что даже и соблазнить его невозможно. Тут, очевидно, было что-то другое, подразумевалась какая-то душевная и сердечная бурда, что-то вроде какого-то романтичного негодования Бог знает на кого и за что, какого-то ненасытимого чувства презрения, совершенно выскочившего из мерки, одним словом, что-то в высшей степени смешное и недозволенное в порядочном обществе, и с чем встретиться для всякого порядочного человека, составляет чистейшее Божие наказание. Разумеется, с богатством и со связями Тотского можно было тотчас же сделать какое-нибудь маленькое и совершенно невиданное злодейство, чтобы избавиться от неприятности. С другой стороны, было очевидно, что и сама Настяся Филипповна почти ничего не в состоянии сделать вредного, в смысле, например, хоть юридическом. Даже и скандала не могла бы сделать значительного, потому что ее так легко можно было всегда ограничить. Но все это в таком только случае, если бы Настасья Филипповна решилась действовать, как все и как вообще в подобных случаях действуют, не выскакивая слишком эксцентрично из мерки. Но тут-то и пригодилась Тотскому его верность взгляда. Он сумел разгадать, что Настасья Филипповна и сама отлично понимает, как безвредна она в смысле юридическом, но что у ней совсем другое на уме и в сверкавших ее глазах. Ничем не дорожа, а пуще всего собой, нужно было очень много ума и проникновения, чтобы догадаться в эту минуту, что она давно уже перестала дорожить с собой, и чтобы ему, скептику и светскому цинику, поверить в серьезности этого чувства. Настасья Филипповна в состоянии была самая себя погубить безвозвратно и безобразно. Сибирью и каторгой, лишь бы надругаться над человеком, которому она питала такое бесчеловечное отвращение. Афанасий Иванович никогда не скрывал, что он был несколько трусоват, или, лучше сказать, в высшей степени консервативен. Если б он знал, например, что его убьют под венцом, или произойдет что-нибудь в этом роде, чрезвычайно неприличное, смешное и непринятое в обществе, то он, конечно, бы испугался, но при этом не столько того, что его убьют или ранят до крови, или плюнут все публично в лицо, а того, что это произойдет с ним в такой неестественной и неприятной форме. А ведь Настасья Филипповна именно это и пророчила, хотя еще и молчала об этом. Он знал, что она в высшей степени его понимала и изучила, а следственно знал, в чем он. Субтитры создавал DimaTorzok